Добрый день, уважаемые зрители! Добро пожаловать на наш канал, на новый блог дачный. Сегодня мы наш день начали с возврата. Вот я показывала, мы приезжали в компанию Grand Line и покупали панели. Отделывали цоколь нашего дома. Нам продали с запасом, мы посчитали 24, нам продали 26, сказали берите с запасом. И хочу рассказать про эту компанию, какие здесь проблемы с возвратом. Вот если вы купите здесь, вот именно на производстве, и захотите вернуть, это вы знаете, даже не знаю, какое слово подобрать. Мы приезжаем четвертый раз. Значит, первый раз мы купили панели, уехали, на две нам посоветовали больше взять вдруг там, что они оказались лишние. И я показывала, вы видели в видео, что панели какие-то были пыльные, те, которые в коробках, они чистые, те, которые вот добираешь, они очень пыльные, в том числе углы. Я их отмывала, отмачивала в бочках. И, конечно же, это неприятно. Они очень удивились, да, когда я им сказала, в следующий раз мы приехали, что почему такие грязные. Они были запакованы, не видно было, все встречи. Их что хотела сказать. Значит, у нас оказались две лишние панели после того, как мы их сделали, установили. Мы приехали их сдавать, выделили день, вот прям следующий. С утра приехали, а нам говорят, а почему вы нам не позвонили, у нас сегодня невозвратный день. То есть, если вы хотите вернуть, здесь не просто так, как вот. Хотя здесь вот тоже магазин, тоже при производстве. А как оказалось, просто так нельзя вернуть. То есть, мы зря приехали. Они сказали, что у нас возвраты только по каким-то дням. Мы приехали, вот в третий раз приехали с этими панелями. Очень долго тут оформление происходит. И, представляете, вот в магазине обычно человек занимается возвратом. Приходят, забирают у тебя товар. Здесь пришлось оформлять какие-то документы, чтобы тебя пустили на территорию. Чтобы ты отнес эти туда панели, выписываешь каски. То есть, нет человека, который вот две панели забрал и все. Документы ты подписал и ушел. Здесь прям целый такой процесс. Значит, и когда мы принесли панели на склад, вот оформили все, пришли каски. Нам еще и сотрудник говорит, почему вот такие грязные панели. Мало того, что они нам такие дали. Я еще про углы, ну, муж ходил, меня не было там. Я бы еще и про углы сказала. Они нам такие грязные панели дали. Углы грязные, вот эти все части. И еще он говорит, сотрудник на складе, почему вы такое грязное возвращаете. Вы представляете, мы их даже руками не трогали. Вот они как лишние лежали. Вообще очень неприятно. И в итоге, когда мы это все сдали, вышли вот уже третий раз. Говорим, как нам деньги вернуть свои за эти две панели, там 950 рублей. Они говорят, а деньги вы сегодня не получите. Вам нужно будет ждать, писать заявление и ждать там несколько дней, когда в компании появятся свободные деньги. Вот прямо вот представляете, в такой огромной компании, вот она компания Grand Line, появятся свободные 950 рублей. А мы уехали, конечно же, в шоке. Потом нам писали в WhatsApp, что все, согласовали, можете приезжать. Но чтобы получить деньги, вам нужно записываться на какое-то время, определенные часы, чтобы в кассе были эти 950 рублей. Вы посмотрите, уважаемые зрители, сколько здесь на стоянке машин. Вот, я понимаю, что часть машин, конечно же, это сотрудники, но здесь просто парковка битком. Компании не могут найти 950 рублей, мы вот 4 раза ездили. Конечно же, ужас, негативный отзыв, ну, возможно, я оставлю тоже, чтобы другие люди понимали, что в наше время проще купить в каких-то других строительных магазинах, в том же Петровиче. Что-то не так, пришел, вернул, у тебя пришли, забрали. Здесь же вот это оформление, ну, это для меня странно. Чтобы вернуть, нужно выписывать каски, выписывать документы, чтобы мы с панелями зашли на склад, и еще и нас обругали за то, что мы привезли их грязные панели, какие они нам выдали. Но у меня, конечно же, шок. И вот четвертый раз не можем... Мы уже, наверное, эти 900 рублей на бензин потратили, 4 раза сюда ездили. Я, конечно же, в шоке. Вот я даже не пошла, потому что, думаю, муж сходит один, а то я даже, знаете, пойду и выскажу все это. Менеджеры-то, конечно, сидят, они, ну, можно сказать, ни при чем, но может быть и при чем. То есть вот такая система, как минимум, странная. Поэтому если вы что-то планируете покупать, лучше без возвратов. Уважаемые зрители, исторический момент. Я впервые буду собирать свои огурчики. Ну, я как-то сажала давненько огурцы в другом месте. Но прям вот здесь совсем впервые. Приехали, а они вчера еще были такие, что, ну, думаю, подожду. А сегодня, думаю, пойду-ка я посмотрю, огурцы соберу. Мы с мужем после работы заехали. Здесь кое-что нужно было нам забрать и выложить. Буквально ненадолго. Сейчас уже уезжаем. И я говорю, пойду-ка я зелень на салатик соберу и огурцы. И представляете, муж говорит, иди камеру убери, что ты так собираешь исторический. Смотрите, вот первый наш огурчик. Я его уже собрала, он такой большой. Вот здесь, вот самый первый сорт, который я собираю огурцы. Это, сейчас я его прямо вам скажу. Здесь самые первые огурчики. Вот. Домашняя заготовка. Дамский угодник F1. Огурец. Супер урожайный, вкусный, хрустящий, корнишон, идеальный для засолки и маринования. Вот это они. Значит, вот я его собрала. А потом, смотрите, там еще лежат. Вот. То есть, это вот наши первые. Вот этот. И еще, смотрите, можно собрать вот эти. Будем поливать, скорее всего, завтра. Но они растут очень хорошо. Поэтому сейчас я соберу и вам покажу. Вот мы три огурчика, самые крупные собрали. Вот с того, что я вам сказала, три. И сейчас еще салатика сорвем. Это первый сегодня, вот 19 июля, первый. Очень тут базилик вырос. Мы его сейчас тоже, листочки, посрываем себе на салат. И еще вот это. Видите, у нас тут лучок. Пакет сейчас. Салат, лук. Лук такой зеленый. Видите, зеленый поливает дождь. И хорошо растет все. Ну и хочу показать быстренько, пока мы не уехали. Вот желтая малина. Какая она шикарная. Вы знаете, она очень вкусная. Сорт Фолголд называется. Она очень крупная. Вот. И она вот такого цвета будет. Не знаю, мне кажется, у нас очень много малинки. Вот. Она уже созрела. Это у нее такой цвет. Желтая. Ну а здесь это какое-то прям чудо. Вы только посмотрите, какого размера эти ягоды. Вы посмотрите. Мы бы все заменили бы другие малины на этот размер. Вы посмотрите. Она очень-очень вкусная. Буквально вчера мы тут были. Она не была такая красная. Вот. Какую веточку не подними. Она, знаете, прям гигантская. Вот. Гигантская малинка. Вот такая большая мы. Красную съели. А здесь ее еще много будет. Вот. Это вообще шикарная малина. Краса России. Прям настоящая краса России. Ну просто прелесть. Здесь мы прошлый раз жимолось пересаживали. Вот. Хочу показать. Сколько. Два дня, что ли, прошло. Видно, что, видите, земля осела. Такая вот. Опустилась. У нас еще дождичек прошел. Так вообще прекрасно. Все хорошо. Ничего не погибло. Мы просто, правда, пересаживали уже. И крыжовник, когда он уже с листьями был. Поэтому все нормально. Все в порядке. Мой чудесный сад. Мой чудесный огород. Знаете, хочется подольше. Но вот так вот с работы прибегаешь, приезжаешь. Сегодня мы прям буквально на 10 минут. А я бы с удовольствием бы еще осталась. Нам нужно уже ехать домой. Вечер, тихо, хорошо. Так тепленько у нас. 18 градусов где-то. Кедр мы увидели. А помните, я показывала, что он был маленький. Потом у него вот такая вот длина. Высоту он вырос. У него отходили. И вот еще пошло новое. Еще новое пошло в стороны. Вот. Вот это новое в этом году. Ну, если вам видно. Одна сюда, одна сюда. Вот они, две. Потом он пошел вверх и еще дал новые. Представляете, такой красавчик. А был совсем крошечный. Я салатик, лук, укроп, петрушку. Три огурчика с собой. Остальное мы уже завтра приедем. Если нужно будет, еще соберем.